Я очень хочу это съесть! Папси кайф! Ты только посмотри, какая это красота! Фу, папа! Я не люблю жир! Друзья, всем привет! Вы на канале FamilyBox! И мы сегодня этим видео возвратимся в мое детство. В СССР, наверное. Потому что сегодня видео необычное будет. Кто-то из нас будет пробовать десерты сладости моего детства. Посмотрите, какие тут роскошные. Мы Милане будем показывать десерты из нашего детства, из СССР. Ты когда-нибудь пробовала петушка леденца на палочке? Да, пробовала. Вот это поворот! Хорошо, ты пробовала шоколадную колбасу? Нет. А хлеб с маслом? Да, с сахаром. А нет. Хлеб со сметаной и с сахаром еще тоже есть такое. Ты втираешь мне какую-то дик... Вот, в общем... Это экс... Ну, это еще не все. Будет очень много интересного. Я думаю, обязательно... Мы Милану сегодня накормим своими с СССРскими десертами. Арна и Милана. А я тогда вас накормлю новомодными, новомодными, новыми, красивыми, so very much, aesthetic десертами. У нас сегодня битва десертов. Оставайтесь с нами, мы будем пробовать разные абсолютно... Битва, деревенские десерты и... Милану, как ты любишь. Это самый что ни на есть советский десерт. Орешки со сгущенкой помнят абсолютно все. Ты готова пробовать? Я очень хочу это съесть! Я пожла и их... Несмотря на то, что это десерт советских времен, Милана его тоже любит. Ну что? Белое вкуснее всего. Пробуй! Это на самом деле мы для тебя проводим сейчас этот квест. Знакомим с десертами своего детства, так сказать. Давай, оцени этот десерт от единицки до десяточки. Вообще, сам по себе, орешки не самые лучшие, не самые вкусные. Вот. Но, думаю, на семерку он тянет. На семерку? На семерку, скажете вы, и сожрала весь этот, и пошла. Орешки, конечно, это очень вкусно, но я предлагаю попробовать мой дорогой и роскошный десертик. Поехали! 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 Мамуль, я привезла тебя в специальный дорогой ресторан, где самые вкусные десерты. Но это не точно. Давай закажем тот самый. У меня аж мурашки, потому что здесь все настолько, все шикарно и дорого. для мамы я заказала самый дорогой и вкусный десерт в этом ресторане. И это десерт Пушкин, и стоит он 1100 рублей. Ну, это просто какой-то десерт. Он такой красивый, такой весь воздушно-пурпурный, такой весь роскошный. Сейчас будем пробовать. Никто не знает, что это плачивает нам папа. Мне хочется плакать. Это очень вкусно. Реально? Внутри мороженое. Это крошка. Боже, это нереально вкусно. Я не ожидала сама. Это дорогущий вообще десерт. Но кажется, это десерт, который самый вкусный из тех, что я ела. Вот честно, абсолютно. Так, мам, это я вообще принесла себе этот десерт, когда я привезла в ресторан. Это очень вкусно. Десерт мой. Вкусно. Он нереально вкусный, согласись. Он не жирный, не переслащенный. Он реально очень вкусный. Он не жирный. А это знаете, что нам можно-то есть. Это очень божественно. Вообще кайф. А сейчас я тебе, пап, покажу очень вкусный десерт. Он реально лучше всех ваших советских. Ну, это мы еще посмотрим. Ну, ладно, ладно. А, вот это что ли? В смысле, вот это, папа? Что это? Это какая-то сумка. Это целая сумка. Смотри. Была. Была. Я это... Сейчас, 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 сейчас. Серьезночки дай. Вот, вот, смотри. Ладно. И так сойдем. Это целая сумочка настоящая. Смотри, какая она красивая. Сумка от кутюр. Ну, а что не так? Мне кажется, намного лучше ваших советских. Посмотрите, какая она. А пахнет-то как. Ты только помехаешь. Ну, кстати, да, каким-то пломбером. Пахнет-то как-то. Ну, и что из тебя эта сумка представляет? Я ее даже сфоткала и в инстаграм выложу. Она какая-то... О, наконец-то. Ты просто не можешь эстетично есть. Эстетично. Она твердая какая-то вся. Теперь уж кашу ты превращаешь. Нужно эстетик ломать. Пробую. Эстетик ломать. Эстетик ломать. Эстетик ломать. Эстетик ломать. Эстетик ломать. Ну, что, не вкусно? Моя, конечно, бабушка... Да, я попробую. Сделала гораздо вкуснее. Сумки? Ну, не такие сумки. Ну, вот. А вот шоколадную картошку. Ммм, клево было. Или, допустим, бутерброд. Хотя, знаешь? Да. Вот он. Хлеб. С маслом? С маслом. Ты хочешь, наверное, у меня спросить, ну и что же здесь сладкого? Да. Ну, пока что ничего. Но смотри. Я беру ложечку. Сахарочка. И вот так вот. Вот так вот. Это же десерт моего детства СССР. Посмотри. Все. И у нас получается шикарнейший десерт. Ты просто вкуси. Это милая божественная. Это десерт Милан Моего детства. Можно я лучше вот это вот поеду? Я помню, мы покупали свежий хлеб, резали дома и посыпали сахаром. Кстати, еще можно не только маслом, но и сметаной. Тоже вкусно. Она же соленая. Не, она вкусная. Да попробуй. Давай. Это классно. Это так в СССР ели. Я первый раз. Я, кстати, много слышала про то, что едят. Но я первый раз в своей жизни вообще буду пробовать. Давай, давай. Кушай. Это вкусно. По вкусу вкусно. По вкусу вкусно. Я тебе говорил. Милан, Милан, смотри, что нашел. А это, кстати, еще один десерт из Советского Союза. Шоколадная колбаса. Сложна. Непонятно. Да что ты? Это тут даже вообще нету вот этого там мяса и так далее. Это вкусно. Это шоколад. Ну-ка, ну-ка. Вкусно пахнет. Ты еще вот так. И правда. И правда. Ну-ка, давай. Это прям вкусно будет. Прям детство. Я прям реально попал в детство. В Советском Союзе часто этот десерт во всех столовых продавали. Такой шоколад классный здесь. Ну-ка, ну-ка, это странно. Это интересно, но это колбаса. Это колбаса, но шоколадная. Ну, это вкусно. Но мне не нравится то, что это, наверное, вот, ну, из-за печеньки. Ну-ка, знаешь, жир в колбасе вот такой, жир. Фу, папа. Я ненавижу жир. Ну, вот, и, короче, и еще она почему-то очень, ну, такая, горькая. Потому что она такая. Это мой десерт из Советского Союза. Ты мне что там шикарное, дорогое приготовила? Показывай. Так, ну, торопись, торопыга. Пять минут. Ну, и что там? Вот, что там. Ты только посмотри, какая это красота. Я хочу именно попробовать, знаешь, именно сама вот такую вот макаронину. Или что это вообще такое? Давай, я хочу попробовать. Что это? Ты ешь просто макароны. Реально булка как будто. С перчиком, с перчиком. Пробуем. Чтобы вы знали, это любимое папино мороженое, Сашевая. Что, вкусно? Блин, я тоже так хочу. Это очень вкусно. Реально? Ёп. Все-таки мой десерт лучше, да? Ну, здесь точно, да. Признаешься. Признаешься. Пробуем. Вот Милана сейчас оценит. Кстати, я не люблю фисташковое мороженое. Ну, пойдет, да? Обычно. Ну, да. Нет. Если бы там было бы плавбирное, я бы сто процентов оценила в миллиардов. Пятьдесят. Вот. А так, ну, по 10-балльному столе, наверное, с семенком. Колбаса девятка. Колбаса вкуснее. Колбаса выиграла все-таки. Изи. В общем, мама, я тебя привела в специальный ресторан, где делают вкуснейший торт с бельгийским шоколадом, где сверху, где сверху, сверху черная икра. Да, это жестко. Ты уверена, что черная икра и бельгийский шоколад – это вкусно? Почему же это такое лицо? Вместо того, чтобы вот такое вот лицо, это же черная икра. Да, я понимаю, это вкусно, но у меня было ощущение, что черная икра – это не десерт. Напишите, если у вас такие же были ощущения. Мам, ты не понимаешь, жизнь богатая. Смотря, какой фабрик, смотря, откуда приходит фабрик, смотря, сколько деталей. В общем, у нас супер, роскошный и мега дорогой десерт, который стоит 1600 рублей, и мы его ждем. Это сусальное золото, съедобное золото. А, черная, подожди, подожди, ну подожди, ну… Я хочу взять. Нужно больше золота. Черная икра. Золо-золото. Что ты делаешь? Подожди. Сколько стоит кусок такого золота, интересно? Не знаю. Оно, наверное, знаете, как рулоны? Рулоны с фольгой, оно, наверное, так же продается и так же приобретается. Ну что? Все, я пробую твой десерт, и я надеюсь, что это вкусно. Да, я тоже надеюсь. Да поешь. Я первый раз ем шоколад с икрой. Я тоже, кстати. Мечта. Икра практически не чувствуется. Слегка-слегка, чуть-чуть солоноватый вкус. Итак, Милана пробует шоколад с икрой. Ну, в общем, неплохо. На самом деле, сочетание необычное. Но, как говорят самые лучшие кулинары, самое вкусное сочетание – это когда мы сочетаем абсолютно все спектры вкусов. Соленое, горькое, сладкое, кислое. Чем больше их в одном продукте, тем вкуснее нам. Такое необычное сочетание, вот, честно вам скажу, очень вкусно, очень балдежно. Поэтому, видимо, здесь сочетание именно соленой икры и сладкого шоколада, ну, в общем-то, неплохо. Шоколад очень нежный, вкусный, но я хочу очень сильно воровать золото. А вы когда-нибудь ели золото? Так на вкус золото. А, знаете, говорю для тебя. Золото пробую на зубок, а так у тебя. А сейчас я его реально попробую на зубок. Я бы сказала, ну, из-за чего. Что? Есть ощущение, как будто фольгу ешь? Есть, да. Вот, это как будто зелезно. То есть просто выглядит, как будто фольга. На золото так себе. Реально, как будто бумажку ешь. Думаешь, зачем ты ешь бумагу? Ну, это железная. Фольгу. В общем, неплохо. Ага. Но, мой десерт, который я тебе сейчас предложу... Предлагу? 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 Мой десерт, который я тебе сейчас дам, будет явно вкуснее этого. Я тебя уверяю. Нет, Мам, что у вас вкуснее черной икры из черного шоколада? Да подожди ты с этой черной икрой. А золото? Я сейчас тебе предложу десерт, который я всю жизнь любила. Это мой самый любимый десерт вплоть до сейчас. Не удивляйся. Звучит это просто. В принципе, подается почти везде. Но не везде, это очень вкусно. Называется это картошка. Я тоже люблю картошку, чтобы она жареная с луком, и если она с такой... Мы сейчас говорим о десерте, поэтому картошка, о которой говорю я, это не обычная жареная картофель. Сейчас покажу. Сейчас я тебе дам свой десерт. Готова? Та-дам! Я его приготовила. Фу, я ненавижу это. Это вкуснейшая, нежнейшая картошечка. Картошечка наша любимая пирожечка. И я предлагаю тебе ее попробовать. Нет, я не буду ее пробовать, я не люблю ее. Дорогая моя, у нас сегодня такой челлендж. Ты пробуешь все наши десерты с советского времени. Я уверена, тебе понравится. Не буду картошку мухам. Она даже внутри как картошка. Давай. Что, вообще невкусно? Да. Полный провал. Итак, мы попробовали большое количество сегодня десертов. Роскошных, мега сумасшедших цен. И советских десертов, которые мы с Димой когда-либо ели. Когда-то в детстве и любили. Нет. Я хочу сказать, что ты сама в некоторых случаях была рада нашим десертам. И тебе не очень понравились роскошные, дорогие. Поэтому вывод такой. Десерты, они вне времени. И вне зависимости от того, они были в советское время или сейчас. Дорогие или дешевые. Как есть хорошие там, так и в другом месте. А вы пишите в комментариях, какой десерт. Мне понравилось только одно. Поэтому нет. Два. Поэтому вы пишите в комментариях, какой бы десерт хотелось попробовать именно вам. Какой вы посчитали самым-самым красивым. Мне кажется, последний. Это моя икра черная. Это просто бомба. Это так вкусно. И еще. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Залетай на мой блог. Поснимай тикток. Руки все в потолок. Теперь мы новый рог. Залетай на мой блог. Поснимай тикток. Вместе в горы сверну.